Время этой недели читается даже в четверг вечером 12 Евангелий, в которых пересказываются все события ареста, затем пыток и распятие Христа. Да. Задача здесь какая? Чтобы хотя бы один раз в году, хотя бы один раз вспомнить о том, что сделал Христос по своей человеческой природе ради нас. Надо же понять, что это же было добровольно сделано. Ведь многие попадали в плен и многих мучили. Но это редчайшее явление, чтобы пойти добровольно зная точно, что будет. При этом в Евангелии неоднократно Христос говорил ученикам, но они, ученики, не поняли, как это может быть. Такой чудотворец и такое это не может быть, да. Страстная неделя просто нам напоминает хоть чуть-чуть бы пробудить в нашей душе ответную любовь к Богу. Любовь какую? Не просто к страданиям. Это мы можем так любить и кошечку, которая мучает. Не об этом же идёт речь. А о какой же любви идёт речь? Сам сказал, «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». Вот эти страдания напоминают нам как раз вот, что сделал Христос ради меня. Чем я отвечу? Жизнью по его заповедям. Вот, что требуется. Вот, чем является Страстная неделя, каким напоминанием нам является, каким стимулом, если хотите. Субтитры создавал DimaTorzok